Джонни Уокер, любимец Гуру Дата, был синонимом комедии в индийском кино. Он не только занимал почетное место в сценарии фильма, но и являлся причиной высоких кассовых сборов многих проектов. Настоящий успех Джонни заключается не в 300 фильмах, в которых он сыграл, а в его простоте и близости к народу. Его экранный образ никогда не переходил в реальную жизнь. Джонни был сдержан по натуре, одевался скромно, успешно выращивал манго, кокосы и особенно гордился парой оливковых деревьев в своем саду. Благодаря герою-пьянице в фильме «Высокие ставки» ему дали имя Джонни Уокер в честь известного бренда виски, хотя в реальной жизни он был трезвенником и совсем не пил. А настоящее имя актера – Бадрут Дин Джамалут Дин Кази. Он появился на свет в Индоре 11 ноября 1926 года. Его отец преподавал азы мастерства по изготовлению тканей и зарабатывал около 400 рупий. В 1930-е годы это были большие деньги. Родители жили хорошо и были уверены, что прокормят детей. Поэтому каждые два года мать семейства рожала по ребенку. Когда на свет появился 13-й наследник, отец потерял работу. Прокормить семью из 15 человек было непросто. Пятеро детей умерли от голода, совсем маленькими. И тогда отец принял решение отправиться в Бомбей и искать работу. Но и там фабрики закрывались одна за другой. Ему не удавалось задерживаться на них более шести месяцев. Старший сын на тот момент стал совершеннолетним, но работать не хотел. Джонни вспоминает. «Мой старший брат чувствовал себя выше работы, так что ответственность за семью легла на меня. Кем я только не был. Продавцом мороженого, канцелярских товаров, овощей и даже билетов в автобусе», вспоминает он. Именно на посту кондуктора молодого парня заметил Балрач Сахни, который был пассажиром его автобуса. Балрач обратил внимание, как Бодрудин забавно шутит и легок в общении. Он познакомил его с Гурудатом, снимавшим на тот момент фильм «Высокие ставки», а остальное, как говорится, уже история. Фильмы были табу в семье Кози, потому что отцу они не нравились. Но Джонни с детства любил втихаря смотреть кино и мечтал о профессии актера. На самом деле он каждую свободную минуту проводил около киностудии, пытаясь получить любую работу. Он сыграл свою первую эпизодическую роль в начале 50-х годов и имел опыт в малюсеньких ролях примерно в 20 фильмах, прежде чем снялся у Гурудатта. С фильмом «Высокие ставки» родился Джонни Уокер. С того дня он стал постоянным участником фильмов Гурудата. Самые запоминающиеся роли Джонни случились с фильмами «Матхумати», «Жажда», «Детектив», «Новый век» и «Моя любимая». Он был комиком, для которого известные композиторы писали хиты. Но с 1970 года комедия в Болливуде начала меняться. Некоторые комики позволяли себе непристойные жесты и двусмысленность. Его младший сын Насир однажды выразил желание сниматься в кино. Уокер сначала отказался помочь, а потом вложил в фильм собственные деньги. Так он узнал, как обстоят дела в современном Болливуде, что звезды берут непомерную плату, что они говорят режиссеру, кого брать на роль, а кого нет. Когда я снимался в кино, режиссер был капитаном, и мы делали все, что он говорит. Теперь звезды диктуют, как правильно, кто должен снимать фильм и кто быть его партнершей. Трудовая этика тоже была другой. В мое время, если у тебя был 10-дневный график съемок, то ты должен был присутствовать на площадке от и до, независимо от того, есть у тебя сегодня дубли или нет. Нас освобождали только в случае неотложных личных проблем. Единственным исключением из этого правила был Дилип Кумар, который всегда приходил в обязательном порядке к 11 часам утра. А сегодняшние герои могут приехать на площадку в 5 вечера, отсняться час и уехать домой, вздыхает Уокер. Фильм с его сыном в главной роли был закончен, но так и не выпущен. Насир смирился с этим и уехал в США изучать компьютерную графику, хотя в Индии у него была успешная модельная карьера. Болливуд перестал интересовать Джонни Уокера. Он находил большинство фильмов и телешоу дешевыми, вульгарными и безвкусными. Для него на первом месте всегда была семья. В 1954 году на съемках фильма «Туда-сюда» он познакомился с Нур, младшей сестрой актрисы Шакилы, и влюбился в нее. Молодые поженились год спустя и стали родителями шестерых детей. Мой дом – моя крепость. В нем вы не найдете ни афиш, ни картин, ни наград. «Оставить профессию было лучшим решением в моей жизни. Сегодня три мои дочери счастливы в браке и обосновались в Штатах, а трое сыновей заканчивают там учебу. Я выдал замуж своих сестер, купил недвижимость на их имя, построил дом для себя и дал образование своим детям», – радостно говорит Джонни. Камалу Хасану потребовалось много времени, чтобы убедить актера сыграть в фильме «Тетя 420». Он прилетел из Чиная, чтобы уговорить его лично. Джонни Уокер вновь предстал перед камерой после 14-летнего перерыва. Уокер уже тогда страдал от диабета, который дал осложнение на почке. Он скончался 29 июля 2003 года в возрасте 76 лет. «Пхайджан был деревом, которое отдавало тень всем», – сказал Мехмуд после его кончины. Он оставил после себя много прекрасных воспоминаний и до сих пор любим поклонниками индийского кино. На сегодня все. С вами была Мила. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok